Добрый день! Вы смотрите «Итоги дня» телеканал «Управда ТВ». С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновскую поликлинику номер 5 капитально отремонтируют. Студенты железнодорожного техникума почувствовали, что значит быть за рулем нетрезвым. Каждому район Ульяновской области по IT-послу, как отметили День программиста. Наследство завещаний цифровой технологии. Нотариальная палата провела ежегодный семинар с признанным экспертом. Поликлиник номер 5 в Ульяновске капитально отремонтируют. Об этом стало известно на пресс-конференции с журналистами при участии министра здравоохранения региона Сергея Панченко и первого заместителя правительства Екатерины Убой. Подробности у Ринаты Алиуловой. Судьба детской поликлиники номер 5, что на площади Горького, решена. Здание капитально отремонтируют. В помещении 1959 года постройки аварийная ситуация началась еще в 2013 году. Тогда поликлинику признали ограниченно пригодной к эксплуатации за трещины в фундаменте. Велись косметические ремонты. Однако это не помогло. Результаты повторной экспертизы, сделанной позже, показали. Здание опасно для посещения пациентов и медперсонала. Доступ на территорию следует ограничить. Мы понимаем прекрасно, что значимость этой поликлиники для данного микрорайона, она очень-очень высокая. Я сам жил там за три дома от этого. И когда у меня маленькие дети были на автозаводской 61А, мы тоже в эту поликлинику ходили. Знаю я о значении этой поликлиники прекрасно. Но вариант какой? Либо на голову там кирпич упадет, или мы спокойно переведем в новую поликлинику, пусть она немножко дальше. Сейчас детишек, прикрепленных за пятой поликлиникой, принимают в поликлинике номер 7, что на Пушкарева 57. Временно туда переехал и медперсонал. Возник вопрос транспортировки детей. Чтобы на прием было удобно добираться, автобус номер 27 продлили до Пушкарева. А проезд для детишек сделали бесплатным. Однако вопрос о самом здании оставался открытым. В региональном Минздраве предложили три пути. Помещение снести и построить новое. Сценарий второго варианта касался переезда поликлиники в административное здание УАЗа на Московском шоссе. Однако самым выгодным и быстрым оказалось третье решение о капитальном ремонте. Это возможно сделать за три года, когда строительство может затянуться на пять лет. Такие примеры возвращения в сеть действующих, вот таких достаточно взрослых зданий у нас есть. Я вам хочу сказать, пример не сегодняшнего времени, но очень близкий по месту расположению к этой поликлинике. Это 33-я гимназия. В свое время, уже там достаточное количество лет назад, там оставалось только одни стены, все остальное было переделано заново. Капитальный ремонт приветствует и родители детей, закрепленных за пятой поликлиникой. Уважаемая администрация, у нас прям огромнейшая к вам просьба, оставьте нам, пожалуйста, поликлинику, выделите деньги и просто нам ее отремонтируйте. И у нас большое количество там кабинетов, там можно сделать много довольно-таки процедур. До конца года будет составлена проектно-сметная документация и проведены дополнительные изыскательные работы. На эти цели потребуется 3,5 миллиона рублей. Сам ремонт обойдется в 42 миллиона. Однако это далеко не окончательные суммы, говорить о конкретных цифрах, без ПСД сейчас, как замечают специалисты, не совсем корректно. Однако на днях в социальных сетях родители подняли еще одну проблему, связанную с огромными очередями в седьмой поликлинике и невозможностью записаться к узким специалистам. К слову, сегодня медучреждение на Пушкарева прием ведут 11 узких специалистов. Региональный Минздрав возникшей трудности не скрывает. Длины очереди появились из-за технических проблем в поликлинике. На днях ситуацию исправят. Теперь расписание к профильным специалистам будут обновлять ежедневно, а не раз в неделю, как было раньше. Очередей станет меньше. Это позволит нам каждый день, а не в один день записывать на удобное время. То есть тут техническая проблема. Что касается проблемы с узкими специалистами, то я должен сказать, что эта проблема действительно существует, она не новая. И здесь нужен ряд мер, которые мы и обсуждаем, и кое-что по этому вопросу делаем. Запускаем сейчас новый проект «Лучшие врачи детям». Это когда узкие специалисты будут в приемные дни устраивать специально для тех поликлиник, где доступность к узким специалистам снижена по отношению к другим. Касается ли это городских поликлиник, касается ли это сельских поликлиник детских. Вот такой проект мы сейчас прям очень быстро, организационно срабатываем, чтобы его запустить, чтобы эту брешь на сегодняшний день закрыть. Депутаты разного ранга считают, что сложившаяся ситуация с пятой поликлиникой – это недоработка Минздрава. Ведь вопрос о состоянии учреждения здравоохранения депутатским корпусом поднимался уже давно. Мы возмущены тем, что министерство довело до такого состояния данную больницу. Так как мое первое обращение было еще в 2014 году к министерству здравоохранения о том, что необходимо выделять деньги на текущий капитальный ремонт данного здания. Уверен, что если бы это было сделано в 2015-2016 году, здание данной поликлиники не пришлось бы закрывать. Но сейчас уже бесполезно говорить о том, кто виноват, что повлекло вот такую ситуацию. Сейчас просто нужно жестко отследить дорожную карту, которая будет представлена Министерством здравоохранения. На сегодняшний день за пятой поликлиникой закреплено 6300 детей, в том числе малыши, ребят из Дачного и Новосельдинского поселков. К слову, в 2019 году уже отремонтировано 12 поликлиник. 7 из них попали в программу национального проекта здравоохранения. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Присяга на верность, семинар с признанным экспертом и обсуждение нововведений законодательства. Нотариальная палата Ульяновской области провела ежегодные образовательные мероприятия для нотариального сообщества. На нем побывала Виктория Черкова. В условиях меняющихся законов юристам необходимо знать все подводные камни, чтобы уберечь граждан от роковых ошибок в оформлении документов. Ульяновские нотариусы провели ежегодный образовательный семинар по теме новелл российского наследственного права, совместном завещании супругов и наследственном договоре. Семинар посвящен вопросам наследственного права современным и двум очень новым конструкциям – это совместному завещанию и наследственному договору. Обе эти конструкции вступили в силу с 1 июля 2019 года. И для того, чтобы нашим клиентам, гражданам, которые к нам обращаются, мы оказали всестороннюю помощь, чтобы мы лучше условия предусмотрели в том или ином документе, вот для этого сегодня вот этот семинар посвящен этому. Семинар начался с награждения лучших. Далее перешли к посвящению нотариусы. На верность российскому нотариату притягнули демитровратские нотариусы Антон Горенков и Лариса Явочкина. Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совести. Лариса Анатольевна посвятила нотариальной службе более 20 лет жизни. В этом году, в день 25-летия областной нотариальной палаты, она участвовала в конкурсе на замещение вакантной должности и победила. Нотариус считает свою профессию одной из самых важных в современном обществе. Нотариус, безусловно, очень ответственная, очень почетная профессия и должность. На нее возложены очень большие задачи. Я считаю даже, что это миссия по служению закону, обществу, государству. После триумфальной части перешли к обучению. Перед участниками выступил эксперт, профессор Московского юридического университета Олег Блинков. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Сегодня для школьников Крестово-Городищенской школы прошел мастер-класс от чемпиона мира по боксу и тайскому боксу посла первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСа Григория Дрозда. Встреча прошла с учителями и 160 учащимися. В мероприятии приняло участие большое количество высокопоставленных гостей. Подробный материал смотрите на нашем сайте upravda.ru. Демитровградские медики все чаще диагностируют заболевания желудочно-кишечного тракта у школьников. Возраст, обратившихся с различными гастроэнтерологическими заболеваниями, с каждым годом меняется в меньшую сторону. Первое обращение к врачам регистрируется примерно в 12 лет, то есть у учеников среднего школьного звена. Причин, как уверяют специалисты, много. Наиболее распространенное – это стресс и неправильное питание. При этом число питающихся в школьных столовых сейчас, по информации Управления образования, составляет менее половины от общего числа учеников. Мнение детей, родителей и медиков по этому поводу узнала Татьяна Елисеева. Гастриты уже в раннем возрасте диагностируются из-за того, что дети питаются несбалансированно, неправильно, не вовремя. Меньше всего проблем в вопросе регулярности питания, разумеется, у дошколят. В садах питаются централизованно и строго по времени. Под чутким присмотром воспитателей и нянечек. Проблемы, как правило, начинаются в школьные годы. Общеобразовательные учреждения предлагают полный комплект завтраков и обедов. Причем меню строго регламентируется разными санпинами и составляется как раз-таки из соображений сбалансированности и полноценности необходимых питательных веществ для растущего организма. Вторая неделя сентября показывает нам более 60% обучающихся питаются. Питание различное по выбору родителей, выбору детей. Несколько классов заключили договора на полный комплексный обед. Лидерами традиционно являются первоклассники. Я мама первоклассника. У меня сынок в столовой, он, конечно, ходит, кушает. За это время, мы считаем, ходим совсем недавно, потому что первый класс, всего лишь вторую неделю. Но за это время ребенок уже оценил качество еды. Нравится ему все. Говорит, кормит очень вкусно. А для нас, мам, самое главное, что сытно. По мере взросления количество учащихся и питающихся в школе уменьшается. Через 2-3 года у каждого ребенка уже есть свои вкусовые предпочтения. Я каждый день питаюсь в школьной столовой. Я люблю здесь есть обычно омлет и что-то связанное с котлетами. Не люблю есть плов, который дают обычно на завтрак и на обед. Я люблю здесь кушать омлет, всякие фрукты и бутерброды с маслом. Еще я люблю всякие разные супы, потому что они очень вкусные. А не люблю я пельмени, потому что они немного невкусные. Право решать, питаться или нет в школьной столовой к средним классам появляется не только у родителей, но и у ребят. Чем старше дети, тем сложнее становится им угодить. Общая статистика по школам говорит о том, что большая половина школьников все же не питается в столовых. На сегодняшний день охват питания составляет 41%. Из общего количества учащихся питаются 5251 ребенок. Что касается льготного питания, 822 человека получают бесплатное питание в общеобразовательных организациях. Но что хочется сказать, что на сегодняшний день продолжается сбор пакета документов на предоставление этой дополнительной меры социальной поддержки. Напомним, что право на бесплатное питание могут воспользоваться семьи с детьми-инвалидами, попавшие в социально опасное положение и малообеспеченные. Впрочем, неважно, в какой категории относится ребенок. Главным остается одно – забота о полноценном и качественном питании, от которого напрямую зависит детское здоровье. Для того, чтобы было правильное развитие ребенка, необходимо полноценное правильное питание. То есть, чтобы были сбалансированы белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность позволяла тратить энергию на развитие, на рост, на развитие памяти. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Грантовая поддержка социально значимых проектов – одно из приоритетных направлений деятельности областной власти. Очередной проект, поддержанный областным правительством, в этом году успешно реализуется. Союз автошкол и транспортных организаций Ульяновской области проводит в учебных заведениях региона открытые уроки «Алкоголь и вождение несовместимы». Одно из таких занятий прошло в железнодорожном техникуме. На мероприятии побывал Павел Половов. Цель занятий «Алкоголь и вождение несовместимы» по проекту «Автотрезвость», на который правительство региона посчитало возможным выделить грантовые средства. Привлечение общественности и, прежде всего, молодежи к борьбе с пьяным вождением. Создание атмосферы общественного неприятия в отношении злостных нарушений именно правил дорожного движения. Наш проект, кроме того, что он является частью международного проекта «Автотрезвость», он также является частью национального проекта «Демография» и подпроекта «Здоровый образ жизни». Концепция реализации проекта «Автотрезвость» изначально предполагала фокусирование внимания на разработку и внедрение учебного модуля в автошколах. Однако даже для пешехода использование пьяных очков достаточно показательно. Занятие очень понравилось, занятие познавательное и как раз практическая часть. Она очень много раскрывала вопросов в плане автотрезвости. Ребятам тоже очень понравилось, вели себя замечательно, интересовались, задавали вопросы. В лекции, которая прошла в рамках урока, прозвучала пугающая статистика. Ежегодно более трех тысяч человек в нашей стране гибнут в результате ДТП, происходящих по вине пьяных водителей. Воспитание в обществе отторжения тех, кто пьяным садится за руль, пожалуй, один из самых действенных методов борьбы со смертностью и травматизмом на дорогах. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Развернутая в регионе программа по поддержке особых категорий населения продолжает расширять границы. Так, например, многодетные, малоимущие или погорельцы могут заключить социальный контракт на ведение подсобного хозяйства, открытие собственного дела или оплату долгов по ЖКУ. Этими мерами поддержки в 2019 году в Ульяновской области уже воспользовались более 600 человек, 14 из них – Димитровградцы. Общая сумма финансирования программы в этом году превысила 68 миллионов рублей. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Частный дом на улице Пахково в Димитровграде. Виталий Левченко вместе с женой и детьми решил заняться разведением бройлеров. Источником финансирования, собственно, делал стал региональный бюджет. Спустя два месяца после заключения социального контракта и цыплята закуплены, и сарай для новых питомцев практически достроен. Мужчина уверяет, проблем с получением денег у них не возникло. Подали документы в июне, в июле выделили деньги. Деньги выделили в основном на строительство, ну, не на строительство, а на ремонт старой сарайки. Решили старую сарайку не ремонтировать, а отстроить новую сарайку, чтобы уж капитальную, потому что старая бревенчатая у нас сарайка. Решили уж построить из блоков. Программа реализовывается через профильное министерство Ульяновской области. После получения денег, контроль за их освоением осуществляют сотрудники местной соцзащиты. При необходимости помогают не только юридическим сопровождением, но и советами. В этом году у нас очень большое разнообразие, направление пошло, что мы сами даже стали изучать, ну, то есть, и как курочек разводить, и шить, и телят, и на мясо, и на молоко. То есть, даже для личного развития очень полезная информация. Мы оказываем содействие в плане разработки документов, то есть, какие нужны документы с перечнем, помогаем их в плане собирания к нам для предоставления. Потом в дальнейшем курирование смотрим, уже знаем, кто где продает, можем, к примеру, рассказать. В этом году соцконтракты заключили 14 димитровгранцев, в 2018 – трое. Стоит отметить, что это не обязательно развитие подсобного хозяйства. Вера Яшина, например, сделала бизнесом хобби, открыла мини-кондитерскую. Да такую, что среди заказчиков оказался губернатор Ульяновской области. Сергей Морозов в середине лета предложил Вере изготовить сладкие презенты на региональное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности. Пока есть такая возможность, ей нужно пользоваться для развития, для своих целей, для развития своей личности даже, потому что это очень хорошая возможность идти дальше, не сидеть дома и не говорить вот так, потому что у нас нет работы, нам плохо, мы не можем заработать. Тимран Кичемайкин, Анжелика Боровинок, Тимград-24, специально для Управда ТВ. Пятница 13-го стала профессиональным праздником для программистов. В этот день IT-сообщество представили IT-послов и подвели итоги чемпионата по программированию среди школьников. День программиста в Ульяновской области отметили в кругу своих и по деловому. Развитие информационных технологий обсудили во время утреннего заседания профильного общественного экспертного совета. Так специалисты предложили трансформировать цифровую экономику в сфере образования. По их мнению, студентам вузов, чтобы идти в ногу со временем, вместо диплома нужно работать над собственным стартапом и вырабатывать траекторию развития. В Министерстве образования стоит в целом рассмотреть возможность ускорения процесса обучения бакалавров. На встрече также представили IT-послов. Новую должность, которая является связующим звеном между IT-специалистами, госслужащими и населением, инициирована губернатором Сергеем Морозовым на международной IT-конференции Уллкэмп, которая прошла в июле. В каждом муниципальном образовании, в каждом районе будут назначены и уже назначены IT-послы. Это не государственные служащие, это не муниципальные служащие, это не чиновники, это просто представители, такие самые, пожалуй, проактивные, которые хотят работать вот тем связующим звеном, который обеспечит передачу информации населению и нам обеспечит обратную связь. Ключевая цель IT-послов – знакомить с новшествами мира информационных технологий и популяризировать их. Говоря профессионально, налаживать коннект. Делать это будут с помощью уроков безопасности и полезного интернета. В поле их деятельности также войдут консультации, обучение по компьютерной информационной грамотности населения, проведение дня открытых дверей по получению услуг в электронном виде. IT-посла назначает глава администрации района, либо он выбирается посредством голосования. Пока только был утвержден план работы IT-посла, будет вестись активная работа, начинается только с конца сентября. Первое, что мы хотели сделать, это провести во всех школах муниципальных образований урок полезного интернета, для того, чтобы дети поняли, что такое интернет и как с ним работать. На совете почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями наградили представители IT-отрасли. Среди них оказались и четыре школьника – победитель и призеры чемпионата по программированию. Темой летнего сезона чемпионата стало программирование роботов. Это одна из самых сложных номинаций в турнире, так как задачи сильно отличаются от традиционных задач спортивного программирования. Ежегодно в турнире принимают участие около 800 школьников, начиная с седьмого класса. Беспристрастные жюри, то есть этот чемпионат отличается тем, что там задачи проверяет программа. Ребята пишут код, отправляют на сервер и сервер выставляет баллы. То есть здесь исключен человеческий фактор. По итогу летнего сезона лучший алгоритм действий для робота составил ученик лицея при УЛГТО Андрей Сандемиров. Юноша – представитель династии программистов. Была задача, например, довести робота из точки А в точку Б. Надо было под действием сказать, что должен робот сделать, чтобы он дошел до конечной точки. Я выполнял задание из дома, я писал код на языке программирования и говорил, вывозил, что должен делать робот в конкретный промежуток времени. В этот день с профессиональным праздником программистов поздравил и губернатор Сергей Морозов. Ринат Алиулова, Даниил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе ожидается похолодание. В воскресенье столбик термометра опустится до отметки 15 градусов. А вот завтра, в субботу, будет последний теплый денек. Температуру держат на уровне 25 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. Хороших вам выходных! Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30, 20.30.